Первым в Брянский аэропорт прибыл самолет, который доставил полномочного представителя главы государства в Центральном федеральном округе Александра Беглова. Утрапа его встречали глава региона Николай Денин, главный федеральный инспектор Николай Бурбыга, начальник УМВД по Брянской области Валентин Кузьмин и другие официальные лица. Затем вся делегация отправилась в здание аэропорта, где была организована выставка ведущих брянских предприятий. Их представители рассказали Александру Беглову о своей продукции, о том, какие условия созданы для рабочих и как помогает область. В свою очередь, полпредпрезидента поинтересовался отношениями с соседями Украины и Белоруссии. Николай Денин пояснил, что молочному скотоводству у белорусов надо учиться, а вот ситуация с мясным скотоводством у нас на очень высоком уровне. Компания Мираторг реализует проект и к концу этого года начнет уже действовать по производству 100 тысяч тонн мяса птицы. Самые лучшие годы советские, 90-91 год, Брянская область вообще производила 17 тысяч тонн мяса птицы. В прошлом году произвели 70, еще куриное царство есть, которое занимается выпуском мяса птицы. По поводу Брянска и Брянской области, я считаю, что это один из регионов, локомотивов, то, что касается непосредственно переработки, особенно сельхозпродукции. И та продукция, которая производится сегодня брянскими производителями, она на самом высоком уровне. Если представить себе, что брянские производители сельхозпродуктов и продуктов питания пробились на белорусский рынок, то это уже о чем-то говорит. Позже Александр Беглов и Николай Денин встретили прибывшего в Брянск секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Николая Патрушева. Из аэропорта высокие гости отправились на площадь Партизан, одно из главных святых мест города. Здесь Александр Беглов и Николай Денин возложили цветы к вечному огню. Отдав дань памяти погибшим во время Великой Отечественной войны, полномочный представитель президента и губернатор области посетили Свято-Троицкий кафедральный собор. Буквально накануне сюда доставили чудотворную Почаевскую икону Божьей Матери, одной из наиболее почитаемых на Руси. После посещения храма в программе высоких гостей совещание по вопросам вступления в ВТО и приграничным территориям. Не случайно оно проходит в нашем регионе, граничащем с двумя братскими республиками. Брянск находится в основной точке, где у нас соединяются три славянских народа. Поэтому Брянск был выбран местом проведения Совета Безопасности, потому что это уникальная точка, уникальное место. Во-первых, это внимание федерального центра и лично Александра Дмитриевича к взаимодействию всех трех славянских народов. Если посмотреть, мы, наверное, не можем, не, наверное, точно жить друг без друга. Наша экономика и вчера была взаимосвязана и сегодня. И сегодня, если даже посмотреть на примере совместного предприятия «Брянсельмаш», это один из крупных налогоплательщиков Брянской области, предприятия «Амкадор». Если посмотреть, то с Белоруссией по товарообороту мы вообще на первом месте. Хотя у нас есть над чем работать, чтобы и мы как можно больше продукции вывозили на внешние рынки. Галина и Сергей Ковач, События Брянска.